Чем подкормить розы весной и летом для пышного цветения? Для того, чтобы розы радовали вас не редкими одинокими бутонами, а обильным долгим цветением, им необходим правильный уход, в том числе своевременное внесение удобрений. Как вносить удобрения? Существуют различные методики внесения удобрений. Например, можно отступить от стебля на 15 см и, стараясь не повредить корни, сделать неглубокую кольцевую борозду. Заполнить её удобрением, смешанным с чернозёмом, после чего присыпать борозду землёй. Опытные садоводы утверждают, что при таком внесении удобрение будет частично растворяться во время поливов или дождей, и растение будет получать все необходимые вещества постепенно. На заметку. Важно помнить, что удобрения нельзя вносить в неувлажнённую почву, это может привести к ожогу корней. Внекорневые подкормки — отличный вариант для роз, так как растение быстро получает необходимые вещества, впитывая их через листья, при этом состав почвы не меняется. Таким образом можно вносить как минеральные, так и органические удобрения. Слишком поздний, с наступлением сумерек, вечерний полив и опрыскивание растений не рекомендуется, поскольку неуспевшая испариться влага может спровоцировать появление грибка. Подкормка роз органическими удобрениями. Подкормку куриным помётом проводят весной в период развития растений, а также во время цветения. Это органическое удобрение легко может обжечь корни, поэтому важно не превышать дозировку. Ведь, как гласит народная мудрость, лучше меньше, да лучше. Свежий помёт разводят водой 1 к 20, перепревший — 1 к 10. Раствор настаивают 5 дней, а затем снова разводят водой в соотношении 1 к 3. Коровий навоз разбавляют водой 1 к 10, настаивают неделю, после чего ещё раз разводят в соотношении 1 к 2. Первую подкормку следует проводить с наступлением тепла, так как в холодную погоду розы плохо усваивают питательные вещества. Подкормка роз минеральными удобрениями. Если молодые растения весной предпочитают органику, то зрелые — аммиачную селитру. Подкормку аммиачной селитрой можно начинать сразу после того, как сойдёт снег — 20-30 г на 1 квадратный метр. Чтобы обеспечить розам обильное цветение, в мае лучше всего использовать калийно-фосфорные составы по 10 г суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. Подкормку желательно повторить в июне. В июле в раствор добавляют 500 г куриного помёта и 10 г нитрофоски. В этот же период можно внести древесную золу, которая нормализует кислотность почвы. Розы подкармливают золой на второй год после пересадки. 100 г золы растворяют в 10 л воды для корневых подкормок, 200 г золы на 10 л воды при внекорневых подкормках. Подкормка роз готовыми комплексными удобрениями. Несомненным плюсом готовых комплексных удобрений является простота использования. Обычно достаточно добавить несколько колпачков состава в воду и полить, либо опрыскать растения. Комплексные удобрения способны ускорить завязывание бутонов, увеличить их количество и размер соцветий, а также сделать окраску роз более яркой. Комплексные удобрения нежелательно вносить под пересаженные растения ранее, чем через две недели после пересадки. Какие бы удобрения вы не выбрали, помните, что во всём важна мера. Переизбыток питательных веществ может не только навредить растениям, но и существенно ухудшить качество почвы. А её оздоровление потребует дополнительного времени и финансовых средств. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok